Здравствуйте, друзья! Сегодня я собирался показать вам еще одну интересную серию одного интересного немецкого автора Кристоа Плюмахера. А перед этим хочу просто показать вам, пока мы до нее дойдем, просто хочу вам показать, что на таких крутых, крупных, всемирных конкурсах запросто выигрывают фотографии с минималистическим содержанием, где нужно показать обостренное чувство геометрии. И работу с освещением, и с цветом, и с композицией кадра. И вот смотрите, какие только фотографии не входят в шорт-листы. Вот такие, такие, всякие, разные, очень даже красивые, впечатляющие, но немножко все же какие-то стандартные, часто встречающиеся подачи. Такие линии, такие формы, цвет интенсивный, что-то такое, все то, что мы обычно привыкли даже видеть, если мы интересуемся фотографией. Хотя, конечно, нас такие формы волнуют. Или вот, например, Юрия Анна Господа Рао. Вот, что она показывает нам в своих фотоснимках. Посмотрите, тоже вошла в шорт-лист, вполне заслуженно. У ней просто шикарные формы в фотографиях. Обратите внимание, это просто кажется что-то такое. Смотрите, какой-то бивень, струны. Да, это ведь формы моста. Все это подано на линиях, диагонали, изогнутая линия, трехмерность. Вообще кажется, что это какой-то трехмерный рендер, а не фотографии. Конечно, здесь использовалась сверхдлинная выдержка, небо, потому что получилось таким размытым. Тут нужно очень хорошо технически производить эти кадры. Обратите внимание, как она манипулирует ракурсами, как она преподносит формы. Все это удачно сочетается в квадратном формате и смотрится, ну, можно сказать, что единообразно. Это очень сильные черты для того, чтобы составить серию. Но, что лично не нравится мне, почему я думаю, что жюри все-таки не присудила ей приз, а оставила в шорт-листе, в финалистах. Дело в том, что, ну, обыграла, грубо говоря, она один и тот же объект. Обошла его с разных сторон, поискала ракурсы, преподнесла в схожей манере. Ну, вот так вот, ничего, как бы, такого нового этим не сказала. Да, абстракция, да, симпатично, но давайте посмотрим, что нам преподносит Кристоф Плюмахер. Немецкий фотограф, который до 2007 года был вполне успешным каким-то продюсером, еще кем-то. И он коммерческое направление оставил ради того, чтобы заниматься фотографией, чтобы заниматься искусством. Вот так. В наше время есть люди, которые не ударяются в коммерцию с головой, а наоборот, от нее уходят и стараются найти себя. Серия называется «Городская тьма». И вот давайте посмотрим, какая интересная реализация у автора в этой серии. Все показано в очень темных тонах, и небо темное, и ветки. Ну, вполне отчетливо прослеживается, но мы понимаем, что здесь все темное, кругом тьма. И только вот эти окна, светящиеся, они дают какое-то ощущение жизни, хотя кадр воспринимается полностью стерильно, недвижимо. И вот, пожалуйста, образ, который олицетворяет вот эту тьму. На самом деле здесь все утонуло в темноте. Безжизненность, ощущение брошенного, покинутого города. Вот такие картины. Не каждый решится такое снять, удачно подберет геометрию, а тем более центры внимания, темное на темном, и это в жанре городского пейзажа и архитектуры. Это вам не в студии творить. Очень оригинально, очень мощно, и я думаю, что он потратил немало времени и довольно гармонично все скомпоновал, нашел такой свет, он тоже бывает разный свет, и в такой подаче реализовал эту серию. Обратите внимание, насколько минималистически не просто смотрятся его образы, они воспринимаются минималистически. Здесь нет никаких лишних деталей, ничего. И только лишь легкий какой-то отцвет в окне, оно не прям вспыхнуло, горит, а что-то отсвечивает чуть-чуть. И это уже сразу становится центром внимания. Очень любопытная серия. И вот он все-таки решает в конце внести жизнь, вот эти полоски света, что-то светящийся, какой-то кран на фоне. И в то же время все равно, посмотрите какой переход, вот эти безжизненные деревья, темный город. Это совершенно особая атмосфера. И мне очень нравится вот этот финальный кадр с этим зданием. Достаточно хорошо вот так взял фон, здание и ряд горящих окон. Здесь все-таки они уверенно горят, не отсвечивают слегка. Здесь все-таки есть жизнь. Такое ощущение, что у серии будет какое-то продолжение. Это мы вернулись в начало. Очень-очень интересная серия. Оригинальная подача. Конечно же, он занял одно из призовых мест, третье место. В профессиональном разделе, где многие, очень многие авторы снимают архитектуру. Это просто потрясающий результат. Очень серьезный успех для автора. И надо сказать, что он выделился от всех. У него оригинальная подача, у него оригинальный стиль, у него идея. Он свою идею не просто сказал, да, у меня есть идея Эврика. Нет, он ее сумел воплотить, реализовать. У нас у многих витают очень серьезные идеи, и несерьезные тоже. Но самое главное, что каждая идея, она должна хоть как-то воплощаться. И тогда уже зритель или серьезные жюри, они рассудят, стоила эта идея чего-либо, или она ничего не стоила. Ну, на этом закончим рассмотрение данной серии. Я всем желаю новых идей, творческого настроения, самых-самых удачных реализаций. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok